Ну вот по этому номеру я звонил. Но это не наш номер, это не Гороэлектросети. Написали меняйки, там какие-то страшилки. Я и звонил сюда, и заявку по этому номеру оставлял. Ну, а вы знаете, что Гороэлектросети осуществляют замену прибора учета абсолютно бесплатно? На лице Александра недоумение. Страшилки, о которых он говорит, Барнаульская Гороэлектросеть среди своих абонентов не распространяет. Тем не менее, неделю назад житель многоквартирного дома Александр Кунгуров увидел в дверях записку. Ваш счетчик подлежит обязательной замене. Цена вопроса 4700 рублей. О крупных штрафах за самовольный демонтаж счетчика ни слова. Ну, этого я не знал. А они подробности вот эти не рассказывали? Нет, нет, нет. К слову, в этом доме на деньги развели не только Александра, но и еще несколько семей. Вот только вспоминать про свою невнимательность готовы не все. Здравствуйте, Барнаульская Гороэлектросеть. А что, с камерой вообще что ли больные? За последнее время самозванцы ввели в заблуждение 42 абонента. Каждый подписал вот такой документ, чем полностью подтвердили свое согласие на оплату всех санкций. Ведь за вмешательство в приборы учета и их демонтаж на основании постановления правительства 354 грозит штраф, размер которого исчисляется десятками тысяч рублей. Бумаги об этом написано, правда, очень завуалировано. Сумма штрафа зависит от того, когда в последний раз сотрудники Гороэлектросети проверяли электросчетчик абонента. Максимально это 30 нормативов, поясняют энергетики. Норматив потребления зависит как раз от количества проживающих, от степени благоустройства квартиры. И он колеблется, вот эти 30 нормативов в рублях, это колеблется от 30 тысяч, допустим, до 80-90 тысяч. Я говорю, это все зависит от норматива, как раз применяемой для данной именно той квартиры, которой это произошло. Для всех жителей города Барнаула хотелось бы отметить, что если какие-то проблемы существуют с прибором учета, то в компании существует очень много каналов связи, когда можно обратиться к гарантирующему поставщику и сказать о наболевшем. Эту заявку обязательно примут, назначат день, согласованную даже дату и время для посещения абонента для действий с прибором учета. По закону, с июля прошлого года за установку и сами счетчики платить не нужно. Их Барнаульская Горэлектросеть устанавливает своим абонентам абсолютно бесплатно. Вот как это работает. Специалисты Горэлектросети заведомо предупреждают о своем визите. Абоненту достаточно быть в это время дома, затем меньше 20 минут, и старый устаревший счетчик заменен на новый. Энергетики при замене электросчетчиков также предупреждают об ответственности за самовольное вмешательство в работу прибора учета. Вот в вашей группе актов прибор учета установлен введен в эксплуатацию. И согласно 354-му постановлению Российской Федерации, вы не имеете права счетчик снимать, демонтировать. К слову, псевдоэнергетики, которые орудуют в городе, часто ссылаются на окончание сроков эксплуатации счетчика. И это тогда, когда прибор мог бы еще прослужить не один год. Мы, в свою очередь, сами решили связаться со злоумышленниками, которые вводят людей в заблуждение и разводят их на деньги. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Я корреспондент телеканала «Толк». К нам обратились жители по адресу Суворова, 4. Они жалуются на то, что им устанавливают платно приборы учета. Можете как-то это прокомментировать? Барнаульская гор-электросеть призывает своих абонентов к бдительности. Не верьте, если предлагают заменить электросчетчик за деньги и не демонтировать прибор учета самостоятельно. Без представителя гор-электросети. Благодаря этим двум правилам можно избежать крупных штрафов за безучетное потребление. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.